Привет, с вами Ньерл, и это Fun of War, посвященный хаосу, а точнее определенным его юнитам. Я наложил на своих зрителей определенные ограничения, и хотел, чтобы они их выполнили. В этом и заключается, в общем-то, Fun of War. Но на этой неделе, несмотря на то, что из-за патча, просто из-за недостатка реплеев, я дал им больше времени, мне прислали ровно три реплея на Fun of War. При том, что в выпуске я обычно показываю четыре. Причем все три реплея мне пришли от одних и тех же людей, которых вы можете здесь увидеть. Ауриго и Камиджу Тома. Конечно, они молодцы, чего я не могу сказать об остальных своих зрителях. Хотя, учитывая, что вы мои зрители, вы тоже молодцы, но... Я не знаю, возможно, среди них нет хаоситов. Или... Словия были слишком сложные. Они такими не были. После первого тира особо ограничений-то и не было. Но, возможно, они оказались слишком сложными для большинства моих зрителей. И мне прислали ровно три реплея. Четвертый реплей будет сюрпризом. И сейчас Тома. Мне за него стыдно. Если уж так хочется вопить глупое дивнючество в общий чат, то хоть делать надо это на нормальном языке. Да, и, как я уже говорил, играют здесь два моих постоянных зрителя, которые участвовали в предыдущих выпусках Fun of War. Аурига, который играет за колдуна хаоса в расцветке... Я думаю, дети императора. Да. Герб. И Тома, который играет за лорда хаоса в красивой расцветке из нежно-синего. Как счастье младенца цвета. Особенно мило это смотрится на космических сатанистах. И кусок храма проходит через его голову. Ладно. И ограничения на этой неделе были довольно несложными, по-моему. Игрокам запрещалось делать больше одного отряда космодесантников хаоса и демонов. И еретиков больше одного отряда. Также нельзя было их заменять. Условия главным образом предотвращали игроков от спама космодесантниками хаоса и демонами. Вот, в общем-то, и все. То есть, там, нельзя было делать ранее блоккрашеров. Но плагмарины... Плагмарины все еще можно было делать, дредноутов тоже. Я в условиях акцентировал внимание на том, что я бы хотел увидеть активное применение, но из маринов. Но, как мы видим, походу к этому игроки как-то не очень прислушались. Ну ладно. Посмотрим эти три матча. Да, все три матча будут от одних и тех же игроков, потому что мне в данный момент просто не из чего выбирать. И сейчас Аурига и Камиджу Тома своими скромными силами прорывают оборону двух технодесантников. Фирокульти и Коммандокюхю. Я буду звать его просто Коммандой. Коммандой сражается с Томой. Фирокульти с Ауригой. И оба игрока начинают делать, но из маринов. Тех юнитах, на которых я хотел акцентировать, в общем-то, этот выпуск. Я решил это сделать, потому что, по-моему, но из марины это очень недооцененный юнит. И они могут быть очень полезны на первом тире. И их способности делают их полезными на всех остальных тирах. Их апгрейд позволяет использовать армию, состоящую, ну, практически... Основой которой являются ну из марины. Не апгрейженные, но из марины отлично противостоят юнитам ближнего боя. Апгрейженные, ну, артиллерия, которая отлично противостоит юнитам дальнего боя. То есть они и отбрасывают. Что делает их даже получше, чем Девастатором космодесанты. Вот, Коммандо поставил свою турель. Еще бы он технодесантник, почему бы ему эти турели не ставить? И посмотрим, что сделают оба наших игрока. Синенький Каминджу Тома и Аурига. И Аурига сделала портал за Колдуна Хаоса. Эта способность называют Сейджил оф Де Рифт. Варгир, который дает способность, называют Сейджил оф Де Рифт. И сейчас ну из марины и остальные юниты очень быстро завалили эту турель. Потому что у ноизмаринов в атаке огнемет. И плюс те юниты, которых они атакуют, не могут атаковать в дальнем бою. Это делает их очень полезными против всех дальнобойных юнитов. Хорошие думболты добивают этих скаутов. И ноизмарины своими... Шумовыми. Я не помню, как они называются. Но из бластера, кажется. Точно не помню. Сейчас валят генераторы. Два отряда с огнеметами. Формальными огнеметами. Как закончится судьба этих генераторов? Плохо. Тома уже сделал Хавоков. Так же можно было делать в любых количествах. И... Да, конечно, я немного удивился, когда увидел, что мне прислали так мало реплеев. Он продолжает это делать. Тома, мне за тебя стыдно. Выучи английский хотя бы. Еще лучше просто перестань писать глупости в общий чат. Вон. Бедный команда удивляется, что пишет этот сумасшедший русский. Оба наших зрителя уже переходят на второй тир. А технодесантники остаются в недоумении. Конечно, главным образом, это произошло из-за замечательного входного маневра от Ориги. Тома не сделала ничего особенного. Орига очень хорошо применяет порталы. Это и в последующих реплеях будет видно. И технодесантники, похоже, не смогут провести Харас генераторов. Орига уже пришла их защищать. Тогда как наши зрители, генераторы, спокойно завалили. Сейчас Тома держит эти точки благодаря своим хавокам. И... Нет, космонесантники не разломали даже поверноду. И на энергии Томы тоже все спокойно. И... Сейчас, ну, из Марины приближаются к второй генераторной ферме. И, похоже, эти космонесантники довольно нервные. Как только их атаковали, но из Марины они тут же отступили. Хотя, может, они заметили темное пламя, делающееся на их позиции. Хотя, по-моему, они отступили на секунду раньше, чем это пламя появилось. Как или иначе, хорошо для них. Но из Марины крайне быстро разносят генераторные фермы. И... Не помню, говорил я это уже или нет. Я точно планировал это сказать. То, что... Мне прислали очень мало реплеев, но... Я думал, что мне пришлют их больше, чем... На прошлой неделе до патча. Потому что... Ну, из Маринов сделали дешевле. Потому что больше игроков захочет их использовать. Но нет, на прошлой неделе, когда я... Также отложил выпуск из-за того, что мне прислали мало реплеев. Мне их прислали, на самом деле, больше. Чем сейчас. И Аурига... И... Аурига делает дредноута. Да, это то, о чем я говорил, когда... Какие не совсем допоняли, что я имел в виду. Но к этому мы вернемся во втором реплее. Сейчас оба космолицентника сбились в один большой глоб. Шансы... Ну, и Тома тоже делает дредноутов. Возможно, они все-таки смогут побить генераторные фермы на моих зрителей. Но... Тома и Аурига их уже... Снесли уже обе. Нет, они вынуждены были вернуться в оборону. Потому что... Ну, из Марина опять вернулись. Против глобов при хорошей поддержке рукопашных юнитов Ну, из Марина очень полезны. И у них есть способность Бластмастер. Этому Ну, из Марина лучше отступать. Что он и делает. И... Да, он сможет отступить. Все-таки это отряд, вокруг которого должен был базироваться нынешний фанфор, но он... Я не очень понял, почему он умер. Он просто лег и умер. Ну, ладно. У Томы убили но из Маринов, но зато у него есть дредноут. Еще один юнит, который, повторяю, можно было делать. Ммм... И сейчас... Ммм... Да. Колдун сделал демонический щит, который будет защищать техну из Маринов от атаки в дальнем бою. Космоницентники Хаоса Томы убегают с 30 жизнями. И похоже, что данный матч практически выигран. Но из Марины в этом матче были использованы очень хорошо. В том смысле, что на ранних стадиях игры они позволили снизить до нуля преимущество облобов космодесанта, потому что они предотвращают использование дальнего боя. И они помогли уничтожать генераторные фермы в крайне краткие сроки. Так что оба игрока за космодесант еще на первом тире. Тогда как у наших зрителей уже дредноуты на поле боя вышли. И да, сейчас они отступают почему-то. Ну да, тут приближаются уже и скауты. И космоницентникам для того, чтобы противостоять этой армии Хаоса, пришлось сделать скаутов со снайперскими винтовками, что стоит огромное количество энергии. Так что их переход на второй тир вполне... Их медленный, их не переход на второй тир вполне понятен. Темное пламя убивает нойзмаринов у Риги. Да, убивает. И сейчас ни у одного из игроков нойзмаринов нет. В обычных условиях я бы этот реплей не взял на Fon of War, потому что здесь нойзмаринов просто мало. Их использование, несмотря на то, что они использовались в ранних стадиях игры, их использование было довольно скромным. У Риги уже перешла на третий тир, сделала танк. Их также можно было делать. Но... Как-то не вокруг них должен был основываться Fon of War. Так или иначе, танк выехал на поле боя. И сейчас... Игрокам за космодесант, которые еще даже не на втором тире, ни один из них, и даже не близко, они ничего сделать не могут. Тем не менее, победа в этом матче, такая легкая победа, в основном достигнута благодаря нойзмаринам, и отличному маневру от Ауриги с использованием портала. Сейчас уже моим зрителям достаточно добить соперников. На базе этот дредноут почему-то стоит и ничего не делает. Нежно-синенький дредноут. Я не знаю, какой бадж Тома использовал. Возможно, он поставил сюда бадж ультрамаринов, и... Гал, типа, за карабченных ультрамаринов. Я знаю, один мой знакомый играл за хасидских... Имперских кулаков. Бадж прилепил имперских кулаков. Ну, конечно, если Тома собрался играть за хасидов ультрамаринов, то ему стоит сделать металлик другого цвета на броне золотого. И да, Тома и Аурига уже зажимают своих врагов на базе, и тут они вспомнили, что... Пануфор должен быть на нойзмаринах, и сделали их уже после того, как убили своих противников. Измаринах все это время их не было практически, после того, как они их сами убили. Один отряд измаринов умер произвольно посередине карты, второе Аурига дожгла своим же Темным Пламенем. И матч заканчивается через 10 секунд со вполне ожидаемыми результатами. И в этом матче мы видели определенные шаблоны, которые игроки сохранят и в других матчах, хотя они будут намного дольше. И это непонимание, что Фануфор должен был базироваться вокруг, ну, измаринов. Давайте перейдем к следующим. Там у меня будет время расширить эту идею. И на этом первый выпуск Фануфора, посвященного Хаосу, заканчивается. Дальше откладывать его мне было лень, поэтому использовал то, что у меня есть. Третью неделю откладывать Хаосу. Лучше перейду к каким-нибудь другим условиям получше. Переходите к следующей серии Фануфора. Серии к следующему видео в этом выпуске. До свидания.